А почему в военное время, например, какого-нибудь абсолютно небольшого предприятия, которое еле там наладан дышит, могут забрать, например, там последний грузовик в рамках военной мобилизации? Алексей, может быть это называется одним простым словом? Вот как и подкаст может быть так и назвать. Это все называется просто бардак? Бардак и саботаж. Бардак и саботаж, потому что это все равно, что, допустим, на строительство оборонительных укреплений нужно срочно взять бульдозер или грузовик, или экскаватор. А предприятие, которое этим экскаватором водит, оно говорит, вы что там, это наша собственность, мы ничего вам не дадим. Ну, так вот, это примерно то же самое, только со стороны банков. Потому что это же не принуждение их покупать облигации, это они шантажируют государство, что они не будут их покупать, если будет введен этот налог. Хотя здесь они абсолютно лукавят, потому что, во-первых, там банков, знаешь, как много останочников, у них есть, знаешь, цеховиков, знаешь, вот цеховики были в 80-х годах. У них есть четкое распределение функций, четкое распределение функций между собой. Или как у этого Паниковского и у детей лейтенанта Шмидта. То есть они зоны, помнишь, делили на, где собирали деньги, как дети лейтенанта Шмидта. Так вот, банки, они, в принципе, чем-то похожим занимаются. У них, допустим, государственные банки в основном покупают УВГЗ, то есть облигации внутреннего государственного займа. И финансируют, соответственно, дефицит бюджета через этот инструмент. А частные банки, они в основном вкладывали деньги в депозитные сертификаты НБУ. Вот если посмотреть, там, с тех двух... Вообще, Национальный банк за два с половиной года войны перечислил банкам 220 миллиардов гривен в виде процентов по депозитным сертификатам. То есть это 220 миллиардов гривен, это чистая государственная дотация со стороны Национального банка в пользу частной банковской системы, потому что 60% этих денег пошло именно на счета частных коммерческих банков, частных коммерческих банков. Не государственных, повторюсь, не государственных, а именно частных коммерческих банков.